МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24. С вами Зухра Алиева. Здравствуйте. Министр внутренних дел Республики Адбурошед Магомедов внес предложение об отмене ограничительных мер по передвижению автотранспорта внутри городов Махачкала и Каспийск. Руководством Дагестана предложение было поддержано. С сегодняшнего дня все контрольно-заградительные пункты внутри Махачкалы были сняты. Передвижение между столицей и Дагестаном и Каспийском тоже не будет больше ограничиваться сотрудниками ДПС. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев. Он также отметил, что разработан поэтапный план выхода из режима самоизоляции. Руководство города ежедневно проводит мониторинг ситуации, ведет консультации с Роспотребнадзором и главврачами медучреждений. За ходом строительства многофункционального медицинского центра в селении Бета-Юрт Хасавюртовского района можно наблюдать в режиме онлайн. На объекте, возведение которого идет круглосуточно, установлены камеры наблюдения, которые позволяют отслеживать все этапы строительства инфекционного госпиталя. Он строится по типовому проекту Минобороны России. Сейчас уже полностью завершены работы по разработке грунта под фундамент и для пожарных резервуаров. Идет поставка металлоконструкций. В медицинском центре развернуто 62 коечных места. Он будет оборудован реанимационными палатами с аппаратами ИВЛ и компьютерной томографией. Некоторые заразившиеся коронавирусом пациенты страдают от тяжелой депрессии. Пока неизвестно, что ее вызывает. Сам ли вирус, атмосфера вокруг этой болезни или, возможно, имеет место самовнушением. Но факт, что паника, апатия и упаднические настроения не способствуют скорейшему выздоровлению человека, как говорится, на лицо. По этой причине в Третьей городской больнице Махачкалы привлекли для работы с ковид-больными профессиональных психологов. Задача специалистов – помочь пациентам преодолеть депрессивное состояние, настроить их на оптимистичный лад. Мы уже несколько недель здесь. Мы работаем с больными вирусной пневмонии, совместно с терапевтом, с тракальным пневмониям. И обнаружили очень интересную вещь, что при работе с этими больными, если применять комплексный подход, основанный на знаниях и навыках остеопатии, висцеральной терапии, различной мануальной техники, психотерапию, энергетические методы и разные еще вещи, если применять все это в комплексе, то можно очень сильно ускорить выздоровление больных. И, в принципе, большинство больных можно лечить меньше, чем за неделю. Накануне Третью городскую больницу посетили ведущие специалисты Москвы. Они провели обход пациентов, согласовали тактику лечения с нашими докторами. В целом, московские врачи остались довольны организацией работы и результатами лечения больных. Они уверены, что с таким подходом, как здесь, удастся улучшить сроки лечения и снизить сроки госпитализации и возможные последствия перенесенной болезни. Все у вас будет хорошо. Слышь, привет. Да, у вас нормально. Владимир, время и терапия. Дагестану пришлось пройти через сложный этап своей истории. Но и здесь, как и во все времена, нашлись настоящие герои. Герои нашего времени, врачи эпохи пандемии. К счастью, они не были одиноки. Ведь нельзя забыть и тех, кто помогал и помогает главным действующим лицам, находясь вместе с ними в красной зоне. В следующем сюжете речь пойдет о волонтерах-медиках, о молодых людях, которые самоотверженно двинулись на передовую линию опасной борьбы, когда это было так необходимо. Продолжит Хадижа Курбанова. Много людей уходят. Впервые смерти мы здесь увидели. И были моменты, что пациенты просили, типа, можно ли мы домой пойдем, там хотим умереть. Ну, таких случаев много. Запомнилась это всего? Это не забудете, я думаю. Ну, как можно привыкнуть к смерти, не знаю. В этой больнице Али Кураеву пришлось привыкать к самому страшному. Он пришел сюда добровольцем вместе с братом месяц назад. Теперь каждый из них уже трудоустроен в медучреждении, но перед этим они прошли через многое. Впервые столкнулись со смертью, как с повседневной реальностью, впервые помогли кому-то избежать самого страшного. Али признается, сложно справляться с душевными переживаниями, когда идет непростая борьба за каждого пациента. Именно когда мы там находимся внутри, как-то нельзя нам на одном человеке так сфокусировать внимание, он ушел и так задуматься, уйти, потому что есть и другие там пациенты. И вот, когда один остаешься, я как-то задумываюсь по-любому, в себя уходишь. Волонтеры-медики в основном исполняют назначение врачей, делают уколы, ставят капельницы, кроме этого разносят по палатам посылки родственников. Кто-то работает в реанимации, кто-то в терапии, но помощь в этот период необходима везде, на любом участке, признаются ребята. Мы сталкивались с тем, что один день все нормально вроде с пациентом, на следующий день он уже в реанимации. И посылку, допустим, мы принесли посылку одной пациентке, а мы в итоге просто не донесли, потому что она уже скончалась в этот момент. Как пациент поступает, ему сразу же становится плохо, нужно его интубировать. Ну, это врачи занимаются, мы помогаем им, лекарства все подаем. Ну, если занимаемся как бы одним пациентом, потом сразу начинает становиться плохо другому пациенту и переключаемся как бы на него. Студенты медуниверситета работают и в зеленой зоне. Здесь ребята трудятся в основном с документами. Помогают оформлять прием и выписку пациентов. Магомед Сагид Рамазанов стремился попасть в красную зону, но в силу того, что дома мать, в которой требуется уход, решил поработать с зеленой. Главное – не оставаться в стороне, считает молодой человек. В новостях слышал, что у нас такое тяжкое положение в Дагестане, и в новостях тоже видел, что мы в лидирующих позициях по заразившимся. Я решил хоть как-либо помочь своей республике и пришел сюда в зеленую зону. У меня также в красной зоне работает родная сестра. Решил вместе хотя бы. Многие из тех, кто сейчас активно помогает больнице, входили в группу добровольцев при первой городской и ранее. Год назад на базе медучреждения был создан волонтерский корпус «Феникс». Студенты медицинских вузов практиковались в больнице еще до пандемии. Благодаря тому, что мы год назад создали волонтерский корпус «Феникс», у нас уже в активах было 300 человек. Когда нам нужна была помощь волонтеров, мы к ним обратились, и уже с апреля они начали приходить к нам помогать. Вначале они работали в зеленой зоне и начали оказывать там поддержку. Когда уже было необходимость усиления бригад в красной зоне, они попросили, чтобы их включили туда, потому что они уже готовы там работать. Они были включены в бригады, со временем за хорошо проявленную работу были трудоустроены на работу. Свыше 50 волонтеров к нам присоединились, все они трудоустроены и продолжают по сей день работать, оказывать поддержку. Многие, в том числе и волонтеры, отмечают, что сегодня ситуация стабилизировалась. Уже нет нехватки персонала, больных стало гораздо меньше и летальных случаев тоже. Но врачи и их помощники-добровольцы продолжают находиться там, за стенами Первой городской, ставшей надеждой на спасение для сотен дагестанцев. Многие из них уже больше месяца не видели близких, а кто-то пришел сюда как раз, чтобы помочь своим родным и поддержать их. Студенты понимают, что эта практика самая ценная для них, хоть и одна из самых печальных. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Роспотребнадзор запретил купаться на дагестанских пляжах. Ограничение вводится с 10 июня. Причиной этого является превышение уровня бактериального загрязнения морской воды. Опасность представляют холероподобные вибрионы, которые ежегодно выделяются морской водой в черте Махачкалы. Купание в такой воде может привести к вспышке кишечных инфекционных заболеваний. Основная причина загрязнения морской воды – непрекращающийся сброс канализационных стоков в Каспийское море. Назорный орган сообщает, что главы администрации городов и районов не организовали лабораторный контроль качества морской воды. Также отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии ее санитарным нормам. Водители махачкалинских автобусов «Метанов» могут остаться без работы. Все дело в том, что столичное пассажирское автотранспортное предприятие номер 2 собираются ликвидировать, так как оно находится на стадии банкротства. Потеряв надежду, оставшиеся без заработка сотрудники автоколонны обратились к президенту России Владимиру Путину и генпрокурору страны. В ситуации разбиралась моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. Под угрозой исчезновения оказались автобусные маршруты, давно полюбившиеся махачкалинцам и каспичанам. Автобусы, которые на них работали, заправлялись сравнительно дешевым топливом – газом – метан. Потому в народе их так и прозвали – метанами. Стоит отметить, что при стоимости проезда в 10 рублей, а чуть позже цена поездки дошла до 15, данный вид транспорта стал очень востребован. Популярен также и междугородний маршрут Махачкала-Каспийск. Да, между городами агломерации курсируют еще и маршрутки, но в них проезд стоит существенно больше – 35 рублей. И вот теперь для жителей города Спутника Махачкалы доехать до работы или учебы в столице за такую низкую цену может оказаться невозможным. Нас 131 человек уволили одно. Вот столько людей мы должны были перевезти. Ежедневно это по 500, по 600 человек каждый один автобус перевозил. Вот теперь умножьте это на 30. 15 тысяч человек и какие деньги эти люди сэкономиливали. Мы по 15 рублей возили, а маршрутники по 23 рубля возят. Эта история, по словам сотрудников предприятия, началась еще несколько лет назад. Водители уверяют, что бывший руководитель преднамеренно доводил предприятие до банкротства различными способами, расхищая средства. Сейчас на него заведено уголовное дело, его обвиняют в хищении бюджетных денег. Умышленно, специально. Умышленно. Не знаю, за этим что стоит и что они хотят этим. У кого есть туда личка с тобой, кто может показать? Именно сейчас, когда вот эта пандемия и вот это все пошло, и людей загнали в самоизоляцию, просто все ждали, что начнем работать. Все выйдет. И одним днем все, всех предупредили, что предприятия сокращают. Всех, весь личный состав в количестве 131 человек, и все, просто всех за борт. Водители считают, что именно коррупционная составляющая стала причиной всех бед. Если карман деньги не присвоит, это организации можно легко поднять. Эти деньги и налоги, и на зарплату, и на завчас вполне будут хватать. Предприятие задолжало государству по налогам более 200 миллионов рублей. Но органы государственной власти ему не помогают. Водители надеются, что автопарк, а вместе с ним и рабочие места, удастся сохранить. Вот только если власти обратят на народные маршруты свое внимание. Банкротство дало налоговую инспекцию. От того, что у нас были неоплаченные налоги. Если государство пойдет нам на встречу выплатить эти налоги, или часть из них, мы можем спокойно дальше работать. Сотрудники предприятия просят власти сосредоточить внимание именно на социальной ориентированности маршрутов и проблеме безработицы. Ведь так называемые народные автобусы, просторные и вместительные, привозили и мамочек с колясками, и инвалидов. Кроме того, водители надеются, что и горожане встанут на защиту самого дешевого, а главное, удобного общественного транспорта. В свою очередь региональное министерство транспорта обещает, что проблем с перевозкой пассажиров не возникнет. Сейчас обсуждается вопрос оказания помощи предприятию. Вот только куда отправиться безработным водителям метанов и какой будет судьба популярных маршрутов, по всей видимости, еще не придумали. Замрут Гамидова, Мусас Талгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. 1 июля состоится общенародное голосование по внесению поправок в основной закон Российской Федерации. Муфтия Дагестана призвала соотечественников, прежде чем сделать тот или иной выбор, внимательно ознакомиться с предлагаемыми изменениями. Особое внимание, по мнению духовенства, заслуживает пункты о защите семьи и вере в Бога. Мы видим, как за последние годы в ряде европейских стран стали с одобрения закона вмешиваться в семью, появляться однополые браки и тому подобное. И как это пропагандируется как нормальное явление общества. Такое определение семьи, как союза мужчины и женщины, исключает нетрадиционные формы семьи, ведущие к деградации общества. Напомню, что в нынешней Конституции РФ нет ни слова о Боге. Считаю, что поправка, связанная с упоминанием веры в Бога, сегодня очень своевременна. Для верующих людей оно имеет огромное значение. Ведь нам, как никому другому, известны плачевные моменты истории, когда верить в Бога было запрещено, тем же законом. Когда верующий преследовался законом и был вынужден скрывать свою веру, а власть имущей должен был быть только атеистом. Достаточно спросить у наших отцов и дедов, они это все помнят и вряд ли забудут. Подробную информацию обо всех поправках в Конституцию России можно найти в интернете в свободном доступе. Это все к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok